Ну что, друзья, вот такая красота вам открывается, как только заходите. Такой прекрасный навес с виноградом. Виноград у нас культурный. Вот такие красавицы, березки растут у вас. Просто красотень. Такой огромный навес. Большой, большой, большой. Машин 6 сюда залетит, как за здрасте. Здесь все усыпано таким вот мелким щебнем, камнем. Здесь у нас начинается опять орех, фундук, о котором я вам рассказывал. Просто, ну на самом деле, друзья, тут просто вот ничего не видно из-за большого количества деревьев. Но они посажены, вот обратите внимание, они рядами посажены. То есть проходить сквозь будет удобно. Вот, друзья, вот так смотрится у вас двор со стороны двери. То есть как вы ходите из дома, вот такая прекрасная беседка получилась. Как только вы заходите, вам предстает вот такая комната. Здесь у нас распродажа премиум обуви. Следующая комната, это у нас как бы коридор, по логике, да. Почему отсюда, вот видите, прям пойдешь, женишься там или что-нибудь в этом бросишь еще. Вернем налево. А налево, друзья, у нас будет санузел. Да, захожу. Плитка в хорошем состоянии. Я не вижу там что-то треснутое, побитое. Пока ничего не наблюдаю. Огромный диванчик для всех членов семьи. Да, и сразу вот такой вот маленький телевизор. Пока могу сказать, вот плюс этой комнаты. Она у нас изолирована. Это замечательно. Вот здесь у нас такая комната. Это у нас гостиная, друзья. На стенах поклеены обои. Потолок также пластиковая плитка. Она настолько огромная, друзья, что ее спокойно можно разделить на две. То есть отдельно сделать зал, отдельно сделать еще спальню. Привет, друзья. Яблочек молодильных не хотите ли? Верно, кислющие, скажете вы. Ну, еще кислющие, друзья. Но через месяц будут чистый мед. С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Меня зовут Рубен. Для друзей просто Рубик Джан. И сегодня ваш Рубик Джан заехал в Краснодарский край, чтобы посмотреть, как живут люди в Лобинском районе, а конкретно Станица Вознесенская, друзья. Участок 18 соток. Дом 88 квадратных метров. Мы сейчас все это с вами просмотрим, друзья. Но сад это то, на что хочется обратить максимум внимания. Около 100 деревьев, друзья. Множество сортов различных яблок. Есть груши, есть черешня, вишни, слива. Вот такая вот большая, огромная слива. Персики, абрикосы, айва. Короче говоря, тут полный южный набор. И вам нужна память, как у слонов, для того, чтобы помнить, где что растет, что созрело, что нет, что вы собрали, что нет, друзья. Вот как-то так. Ну, немножечко, такую капельку юмора. Мы с вами выходим на свет божий. Пойдемте смотреть сам домик. Ну, точнее говоря, давайте посмотрим его с улицы. Что из себя представляет станица Вознесенская? Друзья, это не маленькая станица. Это где-то около 2000 человек населения. Здесь полный фарш по инфраструктуре. Есть несколько школ, есть детские садики, Сбербанк, почта, медпункт. Все, что вам необходимо, все здесь есть. Добавок к тем, кто безлошадный, друзья, здесь регулярно автобусное сообщение с Лобинском. Менее 30 километров до Лобинска. Вот как-то так. А вот он наш красавчик. Давайте посмотрим его. Дом у нас из газоблока. Напомню, 88 квадратных метров. Облицован алюминиевым шифером. Крыша у нас тоже шифер, только уже азбестоцементный, понятное дело. Весь двор у нас, друзья, забетонирован. И основание, также фундамент. Да, у нас бетонная лента. Ну что, вперед выходим на улицу. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Вот, подъезд усыпан щебнем. Большая придворовая территория. Вот такой вот могучий дуб, на котором русалка не сидит. Сказки не рассказывает. И коты тоже, кстати. Вот. Мой мерз поместился здесь. Вот прямо сейчас ливень был. А он такой стоит, сухенький-сухенький. Да. Дерево реально большое, красивое. Это очень здорово. Въезд, друзья, есть и отсюда. И если что дальше, я обязательно покажу. Это подарки от Деда Мороза. Шучу, друзья. Сегодня забирают мусор. И вот, собственники, подготовили дом к продаже. Вынесли весь мусор вот так вот в пакетиках. Так что, смотрите, раз в неделю мусор у вас тоже забирают. Дорога, которая подходит к дому, гравийная. До асфальта приблизительно 300 метров. Он у нас как бы параллельно идет дорога. Вот так параллельно это. И это асфальтная улица. До первого магазина где-то метров 400 будет. До школы километр. И вот там обилие всех магазинов. Есть и пятерочка, есть и магнит. Короче говоря, куча других различных магазинов. Это, конечно, плюс. Вот она, ваша правая граница. Заметьте, здесь тоже есть въезд. И там вот навес. Я его чуть попозже покажу. Где-то машины 3-4 спокойно можно будет загнать. И еще один дубочек здесь растет. Вот так вот. Очень много как плодовых деревьев, так и хвойных, различных декоративных. Вот такие красавицы березки растут у вас. Просто красотень. Это, кстати, газопровод. Друзья, смотрите, он высоко. То есть спокойно, даже газелька какая-нибудь спокойно проедет вам во двор. Вот такой вот, ну, как бы, давайте я так назову по-простому. Сетчатый забор. Металлический, крепкий. Это вам не просто такая, знаете, сетка рабица. Он реально крепкий. За счет того, что он прозрачный, друзья, конечно, открывается вид на ваш дом. Это, конечно, плюс. Еще одна березка здесь у нас растет. Ну и, а, вон еще одна. О, чуть не забыл под нее. Ну и распашные ворота находятся вот здесь. Так что с двух сторон вы можете заехать. Хотите во двор, хотите под навес. Как вы уже захотите. Давайте покажу немножечко еще раз территорию. Вот так вот. И добро пожаловать во двор. Ну, реально здесь машин шесть можно спокойно только здесь поставить. А что у нас тут, друзья? Объект находится под видеонаблюдением. Вот это я попал. Надо вести себя скромно, аккуратно. Не есть лишнего с деревьев. Ну что, друзья, вот такая красота вам открывается, как только заходите. Такой прекрасный навес с виноградом. Виноград у нас культурный. Ну, можете попробовать и вино приготовить. Это первые ворота. Там у нас старые. Обязательно покажу. Фундамент, еще раз напомню, бетонная лента. Стены, газоблоки, кирпич. Там частично кирпич кое-где. И облицован это все алюминиевым шифером. Крыша, шифер, азбестоцемент. Весь двор у нас забетонирован. С левой стороны у нас всякая красота. Тут и хвойные деревья, и березки. Вот такие дорожки для прогулки, розочки. Чего тут только нет, друзья. Водосток присутствует. Это, конечно, замечательно. Окна частично, я вам говорил, деревянные. Частично у нас металлопластиковый. Это центральный вход. Вот с него мы начнем как бы потом обзор дома. Здесь, кстати, навес сделан из поликарбоната. Смотрите, друзья, вот такая дорожка. Красота. Да и только гулять себе на здоровье не хочу. Здесь у нас, кстати, залита небольшая площадка. Собственники говорят, раньше здесь была какая-то статуэтка. Вот можете сделать спокойно тут и мангальную зону, как захотите. Благодаря тому, что, еще раз говорю, вот забор металлическая сетка, вся эта красота будет видна с дороги. Для кого-то плюс, для кого-то минус. У меня, допустим, знакомый есть, он прям любит такие высокие заборы. А кому-то наоборот. Мне, например, нравятся низкие заборы, совсем маленькие. Так, ну что, здесь у нас вот такое громадное дерево ореха. Здесь у нас связь с ЦРУ, да, со спутниками. Это я шучу, друзья. Давайте еще раз покажу двор. Просторный, хороший, ровненький, забетонирован. Вся вода будет уходить туда после дождей. Это, конечно, здорово. Освещение также здесь присутствует. Что у нас здесь, друзья? Здесь у нас туя, здесь у нас елочки и тому подобное. Отмостка где-то по ширине сантиметров 70. Цоколь где-то у нас по высоте сантиметров 50. Видно, что не так давно делали. Вот это все свеженькое. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Облицовка алюминиевый шифер. Не захотите, друзья. Давайте так. Давайте предугадаем, как сейчас закипает давление у диванных критиков, которые начнут умничать. Ребят, ну, этот дом не новый, да? Понимаете, да? Что с таких материалов уже давно не строят. Раньше, да. Сейчас нет. Не захотите снимать этот шифер, сдадите на цветмет, получите кучу денег и, соответственно, можно сделать штукатурку. Пока то, что есть. Наше дело, да, как от нашей компании, приехать и показать этот дом. А дальше, так как это вторичное жилье, еще раз говорю, вы получаете не новый товар, а вторичное жилье. Соответственно, дальше собственники сделают так, как им захочется. Это вторые ворота. Наша цель, еще раз говорю, только показать. И вот такой огромный навес. Большой, большой, большой. Машин 6 сюда залетит, как за здрасте. Здесь все усыпано таким вот мелким щебнем, камнем. Единственная трещина, которую я здесь увидел, вот она. Друзья, быстрее всего это просто вот чисто вот по этой новой кладке, да, все, что бетонировали. Возможно, здесь именно прошла просадка, потому что по дому я вообще с внутренней стороны вообще не видел никаких трещин. С этой стороны тоже идет облицовка алюминиевым шифером. Еще раз говорю, огромное, огромное место для машин. Водяной колодец находится у нас здесь. Счетчик здесь не поставлен. То есть, собственник говорит, мы, как и предыдущий собственник, платим 1300 в месяц, но зато пользуемся водой прям вот не хочу, да. Около сотни деревьев, говорит, все это поливается. Это, конечно, очень здорово. Вот, за счет этого. Захотите, друзья, можете здесь пробурить скважину и поставить счетчик тогда. И вот тогда это будет экономия просто глобальная. Но, опять-таки, каждый человек, он сам себе выбирает, как что у него будет сделано. Датчики движения, освещение, это, конечно, здорово. С этой стороны уже окна металлопластиковые. Вот, пожалуйста, тоже облицовка металлом. Это второй вход. Видим, что это пристройка кирпичная. То есть, там дальше у нас туалет и дальше санузел. Отсюда также можно зайти, если вы захотите. Вот как-то так. А здесь у нас уже начинается сад. Тут у нас алыча, насколько вижу. Ну, вот это граница с соседями у вас. Там дальше большой фунтук. Здесь черешня, вишни есть. Идем далее. Я зайду уже с центрального, а с парадного входу. Вот, с этой стороны по стенам я вообще не вижу ни одной трещины. Все в полном порядке. Проход у нас забетонирован. Вот, тут у нас ступеньки. Ступеньки, видимо, может быть, вход был раньше отсюда. Не знаю, друзья. С этой стороны дом у нас облицован пластиком. Обшит пластиком. Водосток здесь присутствует. Вот как-то так. Давайте вот так вот медленно покажу красоту вашу. Большое дерево, орех грецкий. Огромнейшее большое дерево. А вот здесь кирпичная постройка. Здесь, друзья, у нас есть что-то типа сарай. Место для хранения. Сейчас я... Свет сюда проведен. Просто не сделана эта висюлька с патрончиком. Вот. Ее пока нет. Здесь у нас что-то типа... Ну, как это называется? Подпол. Наверное. То есть здесь невысокая... Ну, высота где-то метр тридцать, метр пятьдесят будет, не больше. Полы забетонированы. Вот. Стены, они замазаны, побелены. Ну, пространство хорошее. Друзья, здесь можно хранить все, что захотите. Вот как-то так. Ох, стукнулся. Все. Ну, вот. Я чуть-чуть не забыл, друзья. Давайте-ка я схожу все-таки отсюда. Доступ к телу ближе. Вот. Здесь у нас находится сливная яма. Собственник сказал, забудьте просто про нее в плане выкачивания. Потому что она очень огромная. Ну, я вижу где-то три на три точка. Ну, понятно, метра два, три будет глубиной. Это, конечно, здорово. Он говорит, ни разу не выкачивали. То есть, здесь в этом плане проблем никаких нет. Это ваш септик. Вот. Здесь у нас начинается опять орех, фундук, о котором я вам рассказывал. Просто, ну, на самом деле, друзья, тут просто вот ничего не видно из-за большого количества деревьев. Но они посажены, вот обратите внимание, они рядами посажены. То есть, проходить сквозь будет удобно. В этом плане, да. Может быть, где-то там что-то нападало и начало расти само собой. Это другой вопрос. Тут у нас смородина черная, красная. Еще одно дерево орех. Здесь у нас есть место для отдыха. Еще одна смородина. Это граница с соседями у вас. Вот она, сетка рабицы. Тут у нас посидеть, семечки поклювать. Вот. Раз, когда там посплетничать, что-нибудь в этом роде. Я далеко уже зашел. Есть колоновидные молодые деревья. В основном это яблони. Я уже замучился, друзья, реально. Вот тут есть и вишни, есть и черешня. Яблони очень много. Скажу так, процентов 50 деревьев это яблони. Желтые, красные, зеленые. Чего у вас тут только нет. Идем дальше. Попробую показать. Еще раз говорю. Сейчас они все листьями покрылись. Какая красота, ребят. Посмотрите, какие они красивые. Много сортов различных. Вот еще у вас, пожалуйста. Тут у нас, там у нас красненькие. Да, покажу обязательно. Обязательно. Посмотрите, какая красота. Пожалуйста. Тут у нас черешня. Так, это вишня, бро, бро. Вишня. Вот черешня. Это вишня. Яблоня. Ой, друзья, опять я сейчас запутаюсь. Вот здесь вот у нас проходит граница. Вот здесь граница. Не огорожен участок. По соседям, собственники сказали, вообще не конфликтные, вообще не проблемные. То есть люди очень хорошие. Проблем никаких не будет. Вот он, дождик прошел. Тут у нас немножечко осталось вишенки. Почему не попробуют? Обалденно. Вишня. Яблони, посмотрите, усеяно все. Да, мелкая, но усеяно. Один раз обрежете и будут вам приносить мамородное. Вишня. Я уже замучился. Я уже потерялся. Черешня. Вот тут, по-моему, одна скрывается. Да, друзья? Я нашел ее. Так, что у нас там? Черешня. Яблони. В основном яблони, да. Вот они большие. Ой, абрикосы. Ребята, абрикосы, сколько их? Прям их много. Еще одна вишня. Тут уже падает. Вот. Еще абрикосовое дерево. Ой, ну, классно, классно. Компотов себе наварить и тьма тьмущая. Вот реально. Тут можно будет... Чего тут только нет. Это у нас черешня. Да, она уже свое отработала. Где-то недели две назад уже, наверное, не все. Два персика. Вот они, два дерева персика. Вот они у вас растут. Да, через пару месяцев будет вообще вкуснятина. Так, яблони. Большое дерево, грецкий орех. И, друзья, вот это ваша граница. Это вдаль границы, чтобы вы понимали. Вот два ореха. Это ваши пограничные деревья. Здесь у нас яблоня тоже, посмотрите. Да, сортов яблонь здесь, конечно, много. Это, конечно, круто. Вот. Еще один грецкий орех. Я уже возвращаюсь, друзья. Да, я замучил вас. Но видите, сколько деревьев, да? Их тут много, очень много. Грецкий орех. Почему зашел сюда, друзья? Я хочу показать, где граница с этой стороны. То есть вот так вот она идет. Вот так вот. Вот здесь по покошенной траве. Собственники молодцы, покосили. Вот идет граница. Грецкий орех, пожалуйста, растет. Делается очень вкусное варенье из него получается. Шикарнейшее. Здесь у нас брушка растет. Маленькая еще, но уже подрастает потихоньку. Вот тут побольше экземпляра. Все, друзья. Ну что, пойдемте назад. Посмотрим наш домик. О, вот она, луча. Тоже она ваша. Вот они, яблочки молодильные. Я попробовал, друзья, вкусно. Даже вот сейчас, вот с этого дерева я, как говорится, стартовал. Даже сейчас они уже вкусные. Да, легкая кислинка присутствует, но они очень вкусные. Мне очень понравилось. Здесь яблони, вот еще яблони. Вот, пожалуйста. Сколько их тут, мамочка родная. Пожалуйста. Все плодоносят. Замечательно. Деревьев огромнейшее количество, большое. Я даже и не начинал считать, потому что понимаю, что собьюсь со счета. Это нереально. Еще раз говорю, вам тут понадобятся гигабайты памяти, чтобы это все... Вот еще, пожалуйста, яблони. Нет, круто, круто. По деревьям здорово. Ну все, друзья. Надеюсь, того, что я вам показал, вам хватило. В достатке. Пойдемте смотреть дом. Ну что, друзья, как говорят собственники, я вместе с собой привез и дождь. Да, он сейчас так пролил, капитально, капитально. Но благо я успел добежать до входа. Вот, друзья, вот так смотрится у вас двор со стороны двери. То есть, как вы ходите из дома, вот такая прекрасная беседка получилась. Замечательно. Далее, смотрите, друзья, здесь четыре ступеньки. Все ступени забетонированы. Есть перила. Это хорошо. Освещение есть. Это тоже замечательно. На входе у нас дверь. Дверь деревянная. Есть два окна, сквозь которые свет будет освещать вашу первую входную комнату. Вот так вот. Ну и кондиционер. Заходим. Сейчас я добавлю немножечко освещения, друзья. Как только вы заходите, вам предстоит вот такая комната. Здесь у нас распродажа премиум обуви. Да, друзья. Тут у нас щечек находится, как видите, розетки и тому подобное. Я вам говорил, что есть окошки. То есть, сейчас жалюзи. Понятно, если их убрать, вообще будет здесь светло. Потолок у нас и стены некоторые вот с этой стороны. Смотрю, они вот поклеена. Такая пластиковая плитка. С этой стороны у нас тоже есть окошко. Я вам говорил, сейчас просто загородил его вот этот мощняцкий холодильник. Еще раз хочу напомнить, друзья, что большая часть мебели и аппаратуры здесь остается в этом доме. Так что, рассчитывайте, это плюс для тех, кто собирается переезжать, распродал свою технику. На первое время все самое необходимое у вас есть. Большое такое панорамное окошко. И в углу, как мышка забилась, у нас вот такая вот газовая плита, 4 комфорки. И здесь у нас вытяжка находится. Вот такая вот. Далее смотрим сам гарнитур. Да, и понятно, он уже потрепанный. Бывалый товарищ у нас, но на первое время достаточно. Столешница довольно-таки по ширине хорошая. То есть, когда вы уже мебель закажете, обратите внимание, что ширина довольно-таки хорошая. Готовить еду будет комфортно. А здесь у нас находится кран. Открываю воду. Набор воды достаточно хороший. Воду я, друзья, попробовал. Она по вкусовым качествам достаточно хорошая. То есть, я не почувствовал никаких привкусов. Вода, как вода, друзья. Вот. Никакой не там боржоми и так далее. Я шучу, уже заносит меня. Это у нас, получается, газовая труба входит. И вот так вот шланг идет к плите. Вот так вот. Понятно, что раньше здесь была другая планировочка. Вот сейчас переделали. Решили таким образом. Но еще раз, друзья, вы можете все это переделать по себя. Как захотите. Итак, первую комнату я вам показал. Это у нас кухня по совместительству прихожей. То есть, частично. Полы здесь деревянные и постели на линоле. Вот они полы, друзья, чтобы вы видели. Вот как-то так. Давайте вот так вот медленно подниму. Покажу. Еще раз. Здесь высота потолка 2 метра 15 сантиметров. Вот такая комната. Следующая комната. Это у нас как бы коридор по логике. Да. Почему отсюда, вот видите, прям пойдешь, женишься там или что-нибудь в этом бросишь еще. Друзья, я сейчас все буду показывать по очереди. Хочу сказать, что здесь находится газовый котел. Собственники говорят, что в самое холодное время где-то в районе 6 тысяч уходит на отопление этого дома. Здесь у нас, как видите, есть насос в системе отопления. Розетка, понятное дело. И вот такая вот прихожая. Соответственно, пришли, сняли одежду, повесили, пошли дальше. Люк на чердачное помещение здесь также присутствует. Потолок у нас пошпаклеван, покрашен. Есть вот такой вот светильник. Стены у нас также пошпаклеваны, покрашены. Вот. Насчет плитки тоже узнавайте. Вроде бы собственники хотели ее оставить. Поговорите с ними, пожалуйста. Они вам расскажут всю правду матку. Вот так вот. Еще раз подниму, покажу. Небольшой, где-то 6-7 квадратных метров. Все. Что будет, если мы повернем налево? А налево, друзья, у нас будет санузел. Да, захожу, покажу. Вот такая красивая плитка. С осьминожками, с медузами. Плитка в хорошем состоянии. Я не вижу там что-то треснутое, побитое. Пока ничего не наблюдаю. Если найду, обязательно покажу. Получается, что эта часть дома, это у нас пристройка. Видно, что потолок идет на скос. Но, друзья, здесь, вот даже в самом низком месте, у вас будет где-то 2,10. Приблизительно 2,15, наверное. Если не больше. Вот так, стены полностью выложены плиткой. И пол у нас также плитка. Потолок обшит пластиком. Вот такой вот сиротский бойлер. Литров на 80 это точно будет. Вот. Здесь у нас находится стиральная машина. Новая. В ноябре, как сказали, купили. Раковина и большая ванна. Пожалуйста. Обратите внимание, она как бы угловая такая получается. Но она вполне себе такая, по размерам хорошая. Радиатор отопления, длинный, широкий, хороший. Вот так вот выглядит у вас ванная комната. Вот для детей игрушечки там повесить, полотенце и тому подобное. Освещение, вот такой светодиодный светильник. Вот как-то так, друзья. Показываю. Вот так вот. Идем дальше. Дальше, друзья, у нас как бы второй вход. Вот здесь у нас расположен унитаз. Бонусом еще идет вот такой вот. Шучу. Это детский. Труба отопления здесь проложена. Соответственно, здесь будет тепло. И есть у нас также раковина вот в конце этой комнаты. Фактически, как бы разделили санузел на две части. Сделали отдельно туалет. Вот. И отдельно ванную комнату. Тут у нас есть водичка. Вот. Ага, кран, да, вот она идет. Крам мне сказали, да. Надо поменять. Вот. Стены, обратите внимание, все сделано плиткой. Вот. Есть вытяжка. И полы у нас также выложены плиткой. Такая изумрудного цвета. Есть окно. На две позиции открывания. Вот. Его забыли закрыть. И посмотрите, что тут лужа накапала конкретно. Москитная сетка присутствует, друзья. Откосы у нас также сделаны плиткой. Все. Давайте ее закроем. Вот так вот на проветренном сделаю. Чтоб сильно много воды еще не залилось. Вдруг еще сейчас бахнет какой-то длиной. Потолок также обшит пластиком. Это второй вход. Вот отсюда можно также выйти. Если открыть, вот, пожалуйста. И все. И вышли. И пошли в сад по своим делам. Вот. Для кого-то, да, друзья, может быть нелогичным, да, что вход второй, и тут унитаз зашел, кто-нибудь увидит, как вы восседаете, воспаряете над землей. Никаких проблем, друзья. Если что, можно сделать эту комнату как кладовую, или что-то в этом роде. А унитаз, например, перенести сюда. Машиночку. Убирали вот этот шкаф. Машинка здесь. Унитаз здесь. Никаких проблем. То есть, понятно, что нужны будут усилия. Но еще раз напомню, это вторичка. Да, вы получаете то, что уже, да, надо будет где-то что-то подделать. Вот как-то так. Идем далее. Так. Если вы пройдете сейчас прямо, вот так вот, то вы пройдете в такую изолированную комнату. Друзья, ее можно оформить по-разному. И как спальню, и как столовую, как вы пожелаете. Полы здесь также деревянные. И постелен для ноль. Вот такой огромный диванчик для всех членов семьи. Да, и сразу вот такой вот маленький телевизорчик. Можно посидеть, покушать здесь спокойно. Вот так вот. Окно. Также открывается на две позиции открывания, пожалуйста. Москитная сетка там присутствует. Откосы, друзья, здесь замазаны. Вот видим. Побелены, замазаны. Вот так вот. Все. Подоконник деревянный. Здесь у нас есть радиатор отопления. А здесь, друзья, вот прямо за занавеской скрывается счетчик газа. Возможно, да, в предыдущей планировке здесь было что-то типа кухни. Вот. И решили как бы оставить. Вот, видите, труба идет, видимо, к газовой печке. То есть, все это можно уже, еще раз говорю, переделать в очередном ремонте. Вот. И, возможно, вы поменяете как-то планировку. Пока могу сказать, вот плюс этой комнаты. Она у нас изолирована. Это замечательно. Давайте вот так вот покажу. Так. Что у нас по потолку? Здесь потолок, если не ошибаюсь, 2,50. А я вроде как не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Да, друзья, 2,49 с копейками. Ну, 2,50. Округлили, правильно? Вот такое уютное, уютное такое гнездышко, комнатка у вас здесь есть. Закрывается дверка. Все. Ну, и остался у нас вход. Третья комната. Направо пойдешь. Не битым будешь, это точно. Вот. Здесь у нас такая комната. Это у нас гостиная, друзья. На стенах поклеены обои. Потолок также пластиковая плитка. Здесь есть сплит-система. Плюс, да, друзья, отсюда холод будет равномерно уходить по всем комнатам. Обратите внимание, дует он туда и, соответственно, будет расходиться. То есть, он не в лицо вам дует, а вот куда-то сюда. Постепенно все это будет расходиться по всем остальным комнатам. На потолке у нас плитка пластиковая. Полы у нас деревянные. Здесь также постелен ковролин. Вот видите, деревянные полы. Вот такой вот диван есть посидеть, пообщаться. Еще что-нибудь. Возможно, вы что-то по-своему сделаете, как уже захотите, друзья. Вот. И здесь у нас двухсекционное деревянное окно. Помните, я вам говорил, часть окон у нас деревянные, а часть окон металлопластиковые. Сразу хочу обратить внимание, друзья, вот дерево в хорошем состоянии. Есть форточка, открывается, то есть, проветрить это все можно. И радиатор отопления у вас здесь присутствует. Также здесь двойная розетка. Ну что, друзья, вот эту комнату давайте я вам еще раз ее покажу. И дальше мы с вами пройдем во вторую изолированную комнату. Вот так вот. Сейчас медленно покажу. Вот так вот. Идем в третью комнату. Заходим. Что у нас здесь есть, друзья? Здесь вот такой диванчик разложили. Тут гости приехали, пожалуйста. Под детскую спальню подойдет. Как вы уже запланируете. На стенах у нас поклеены обои. Потолок также поклеена. Пластиковая плитка. Обратите внимание. Вот так окон. Полы деревянные, друзья. Во всем доме полы деревянные. Вот. Здесь у нас есть большое окно. Под ним радиатор отопления. Вот. И окно здесь металлопластика. Сейчас покажу. Вот так вот открывается. Пожалуйста. Свежий воздух. Добро пожаловать. Все. Здесь просто жалюзи. От солнышка закрываются. Вот. И светодиодный светильник у нас наверху. В принципе, двухспалка зайдет сюда спокойно. Вы видите, да? Вот. Можно ее развернуть. Как захотите, друзья. Комната вроде бы небольшая. Но для спальни, особенно для детской, вполне будет достаточно. Все, друзья. Показал эту комнату. И мы с вами проходим в следующем. А следующая, она настолько огромная, друзья, что ее спокойно можно разделить на две. То есть, отдельно сделать зал. Отдельно сделать еще спальню. Если вы захотите, вот здесь вот дверку вторую еще сделать. И, пожалуйста. Здесь комната около, приблизительно около 30 квадратных метров, друзья. Вот так что можете смело делить ее на две части. Если захотите. Вот, обращаю ваше внимание на нее. Полы здесь постельным ламинат. Вот, смотрите. Видите? На потолке также поклеена потолочная плитка. Надеюсь, здесь потолок такой же по высоте. Сейчас замерим, скажем. Да, друзья. 2,49. Все то же самое. Четыре окна присутствуют в этой комнате. Раз, два, три и четыре. Смотрите. Вот это окошко и вот это окошко. Они у нас крайние. И они у нас открываются на проветривание. Окна здесь деревянные. То есть, со временем вы можете все это переделать, поставить пластиковые окна. Тут у нас, получается, деревянные подоконники. Под каждым подоконником у нас находится радиатор отопления. Показываю. То есть, здесь у вас будет очень и очень тепло. Четыре радиатора, друзья. Вот. Еще раз напомню. Вот это окно у нас открывается во двор. И вот это окно крайнее на улицу. Эти три окна, они смотрят у нас на улицу, друзья. Вот такая большая комната. Смело, смело, еще раз говорю, можно разделить на две. То есть, при очередном ремонте, если вам не хватает комнат, или будете менять планировку, то здесь спокойно поместится две спальни. Или зал и спальня. Вот так вот. Давайте с этой стороны покажу вам. Кроме самого шифонера, тут и компьютерный уголок поместится, и что угодно. Давайте вот так вот теперь пройдусь. Медленно, спокойно. И понаблюдайте. Вот у нас есть гостиная, получается. Давайте назовем это третьей изолированной комнатой. Их всего три. Две поменьше, и одна вот такая вот большая. Конечно, есть ванна, есть туалет отдельно. Прихожая, коридор и кухня. Друзья, настоящий ливень. Уже второй раз смешиваться в процесс съемки. Как будто не хочет, чтобы мы закончили этот ролик. Я нашел вот такое красивое место, где решил дописать концовку этого ролика. Немного так вот напомню. Находится дом в станице Вознесенской. Это Лобинский район Краснодарского края. Дом 88 квадратных метров. Находится он на участке 18 соток. Фундамент дома – это бетонная лента, стены, газоблок, кирпич. Все это обшито листами алюминиевого шифера. На крыше у нас шифер. Окна – часть металлопластиковая, а часть деревянная. Усилие необходимо приложить к этому дому. Конечно, это не первичное жилье. Но я уверен, друзья, через неделю, две, а может быть, три найдется. Знаете, как в России говорят? На каждый товар есть свой купец. Найдется человечек, который вложит в этот дом свою душу, фантазию, силы, у которого руки растут откуда надо. Немножечко денежек. И, соответственно, когда вы увидите этот дом в будущем, может быть, так случится, вы скажете, почему же я тогда не купил его? Вот так вот, друзья. В доме есть кухня, есть коридор, есть ванна, туалет, гостиная комната. И три изолированные комнаты. Два входа в дом. Центральная вода, газоэлектроснабжение. Канализация у нас большая, яма септик. И на улице, друзья, у нас есть линия высокоскоростного интернета. Основную информацию, сказал, еще раз напомню, в описании она будет указана. Как и номер телефона собственника, как и номер телефона WhatsApp, Telegram нашего менеджера. Если вы хотите купить или продать дом, друзья, обращайтесь. У нас большое количество видеообзоров, причем по всему, и Краснодарскому краю, и по Ростовской области, и в Ставропольском. Вот, мычалки замычали. И в Ставропольском крае мы снимали дома, и в Адыгеи. Вот, то есть нам есть, что вам предложить. Если вы хотите одновременно и переехать, и купить дом, друзья, ну, огромная просьба. Месяца за два-три пораньше обращайтесь. Надо проверить дом, надо проверить документы. Ну, самим продавцам, да, нужно будет время для того, чтобы вывезти вещи или купить новое жилье. Как-то так, друзья, чуть-чуть пораньше обращайтесь. Для тех, кто хочет продать свой дом, друзья, скажу, самый главный плюс, как бы, нашего агентства. Это раскрученные рекламные площадки. Работаем с 2005 года. Канал Николая Сомсикова, более полумиллиона подписчиков. И территория, аудитория нашего канала, это вся Россия. Это не просто Краснодарский край. Вся Россия, друзья. Так что клиентов вам прибавится, это однозначно. Я на этом буду закругляться. Хочу попросить вас, если вам не сложно, поддержите, пожалуйста, нас лайками. Подписывайтесь на все наши рекламные площадки. Не только YouTube канал, Telegram каналы, да, на одном из них, кстати, информация об этом доме выйдет даже за несколько дней раньше того, как выйдет этот ролик. Подписывайтесь, поддержите нас лайком. Всего вам доброго, всего хорошего. Улыбайтесь почаще. С вами была команда Николая Сомсикова. Ваша Рубик Джан. До свидания.